Второй заключительный день выдался еще более напряженным, чем первый. В Иванове подводили итоги международного турнира по художественной гимнастике и всероссийского турнира в групповых упражнениях «Марина Кап». В индивидуальной программе спортсменки продемонстрировали свое владение мячом и лентой. Вообще мы стараемся, чтобы наш турнир все-таки был дружелюбным для всех стран, для наших гостей из других городов России. И стараемся сделать все для того, чтобы им было здесь комфортно, приятно, чтобы они не очень соскучали по дому, а действительно наслаждались этой атмосферой. Наслаждаться атмосферой у гимнасток действительно получалось. Многие выбирали для своих выступлений классическую музыку. В сочетании с девичьей пластикой известные всему миру мотивы звучали особенно нервно и чарующе. Впрочем, это лишь антураж. Собственные нервы спортсменкам не мешают. Мне не мешают. У меня только нормально. Ну, программа у меня уже как бы давно, и поэтому мне легко выступать. Лиза Майновская приехала на турнир из Казахстана. Для выступления с лентой девушка выбрала танго. Ей, жгучие брюнетки, аргентинский народный танец подходит как никому другому. Для Лизы успешно прошло и выступление с булавами, и номер с лентой. Какой из снарядов коварния девушка пока не решила. Совсем сложнее. С каждым видом определенный подход надо. Так, лента может завязаться, булавы там, улететь. Все важно, каждый шаг важен. Цену каждого шага в художественной гимнастике, как никто, знают победители турнира. Ивановские спортсменки лучше остальных показали себя в групповых упражнениях. В категории мастеров спорта местная ламбада стала второй. Заняли наша команда призовые места и в борьбе за разряды. В индивидуальной программе среди девушек 2002 года рождения первое место у Ивановской гимнастки Анны Лебедевой. В других возрастных категориях наши девочки в тройку призеров не попали. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.